Вот это очень хороший вопрос, спасибо. Потому что действительно многие не понимают разницы между бактерицидной лампой, солярием и ультрафиолетовой терапией. А здесь я вам как раз назвал три спектра ультрафиолета, которые присутствуют. И первый это спектр А, который имеет длину волны от 315 до 400 нанометров. Этот спектр присутствует в косметических соляриях для загара. Этот спектр присутствует на севере, в России, если непонятно. И под ним отлично развивается кератоз, солнечный кератоз. И вот он уже может перерасти в меланому. Следующий спектр второй, это спектр В. С длиной волны от 280 до 315 нанометров. И этот ультрафиолет используется в аппаратах для фототерапии. Для выработки собственного кальстриола, гормонального активного витамина Д3 в нашей коже. Для выработки гормона инсулиноподобного фактора роста. Который борется с диабетом. Для синтеза оксида азота, который необходим в нашей сердечно-сосудистой системе. Кто не понял, нитроглицерин. От которого работа миокарда улучшается в кризисных ситуациях. Для того, чтобы избежать сердечного криза. Вот для чего нам нужен оксид азота. И последний спектр, спектр С. Который используется для обеззараживания, уничтожения вирусов. Ну и вообще всего живого. И этот спектр на поверхности планеты Земля отсутствует. Потому что белки под ним погибают. И использовать бактерицидные лампы для облучения человека нельзя. Можно получить ожог. Основу солнечного света на планете Земля составляет спектр А. Это самое мощное солнечное излучение, которое проходит через все слои атмосферы. Но если на экваторе в солнечном свете присутствует излучение спектра А и спектра Б. Но спектр Б ограничен 5%. То вся территория, которая расположена выше 35 широты. Не имеет ультрафиолета спектра Б. Потому что чем ниже Солнце находится над горизонтом. Тем толще атмосферы становится плотнее. Это, если вам угодно, геометрия. А физика заключается в том, что озоновый слой задерживает и достаточно эффективно ультрафиолет. Поэтому те 5%, которые присутствуют на экваторе ультрафиолета спектра Б, очень эффективно глушатся атмосферой над территорией России, над территорией Турции. Что вызывает дефицит витамина Д в организме человека. Потому что именно от фотореакции вырабатывается активная гормональная форма витамина Д3 в нашем организме и в нашей коже. Надеюсь, после такой лекции вам не придется бежать за учебником физики. И дополнительные уроки предоставляются на платной основе. Еще раз спасибо вам за этот вопрос. Будьте здоровы и смотрите передачи Фотобиолога.